Хорошо ли вам меня отсюда видно? Давайте еще раз поаплодируем, зарядим меня энергией. Так, всех очень рад вас видеть сегодня здесь, на секции Team, где мы говорим про процессы, про взаимодействие людей с людьми, какие-то поднимаем такие экзистенциальные сложные вопросы, которые, скорее всего, мы никогда не сможем решить. Давайте для начала познакомимся. Меня зовут Михаил Мартынов, я delivery manager в Тинькофф Инвестициях. Это такой человек, который занимается производственными процессами работы командам, помогает выстраивать коммуникации с клиентом, помогает какие-то рефлексивы командам проводить, улучшать, создавать или отказываться от процессов. Как и положено человеку с кризисом среднего возраста, я, конечно же, веду канал, потому что детей нет, нужно куда-то делиться информацией, а потребность есть. Буду рад вас там тоже увидеть. Сегодня мы поговорим с вами про достаточно длинный путь, длиною в три года, как мы улучшали, не получалось у нас где-то улучшать процессы. Я выделил здесь три таких основных ключевых кейса, вокруг которых мы будем думать. Я думаю, что каждый из них, каждый из вас найдет в них для себя тоже что-то, что, скорее всего, вы там сталкивались, сталкиваетесь или уже, возможно, скоро столкнетесь в ваших компаниях. Возможно, вам пригодится блокнот, ручка или заметки в телефоне. Ни на что не намекаю, но я думаю, сегодня будет много инсайтов. О чем мы сегодня будем говорить как-то глобально? Это первое, про то, какие вообще ошибки, какие у нас там были ожидания по нашим процессам, что у нас получалось, что не получалось, подведем какие-то итоги по тому, что вообще было сделано. Поговорим про метрики. И почему без метрик, без каких-то данных, в принципе, тяжело строить работу и тяжело двигаться до какой-то конечной точки, то, куда вы хотите прийти. Поговорим про то, как системно, методично улучшать процессы в вашей команде, в вашем отделе. Или, может быть, если вы отвечаете в целом за какой-то большой юнит вашу компанию, то и про компанию. Компания-то тоже сегодня будет релевантна. И как бы венцом сегодняшнего доклада будет то, что вы сможете создать процесс по улучшению процессов, как бы это странно ни звучало, уже буквально за неделю. Да, вот выйдите на работу, бац, все, у вас все готово. Вам не придется проходить те три года, мы уже прошли за вас, мы вам это время сэкономим. Но прежде чем мы перейдем к процессам, мне хочется немножко поднять тему, почему я считаю, что процессами важно и нужно заниматься. Потому что сколько бы денег у вас не было, какие бы клевые технологии не использовали, нейросетки, ну и прочие вот эти все хайпы, мне кажется, что если ваши процессы плохие, то вы начинаете тратить деньги впустую. Начинается много каких-то издержек, особенно это зависит от масштаба вашей компании. Чем больше компания, тем больше денег вы теряете. Если у вас технологии клевые, но вы не умеете ими пользоваться, то вы тоже начинаете терять, да, там где-то в гибкости, где-то у вас начинается большой техдолг, все разваливается, клиенты страдают, ну по классике. Поэтому как ни крути, этим нужно заниматься, нужны процессы. Нельзя просто вот так вот пилить, 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 деньгами заваливать и думать, что все будет хорошо. Оно все время стремится к хаосу. Вопрос. Мне интересно, вот кто из вас сейчас, может быть, проходит какие-то курсы, может быть, учится работать над процессами, может быть, его заставляют работать над процессами, может быть, у вас в компании есть какие-то менторы, которые помогают вам привести ваши дела в порядок. Вот много таких среди нас? Прилично. Наверное, мне кажется, одна пятая от всего зала. Очень круто, что вы в это дело вкладываетесь. Те, кто еще не вкладывается, я думаю, что пора. Рано или поздно процессы придут ко всем. Неважно, кто вы, сотрудник, какой-то функциональный руководитель, генеральный директор, вам всегда придется заниматься процессами. Как минимум, процессами оптимизации самого себя. Давайте перейдем к первому кейсу и расскажу про наш такой бывший уже бесхозный архитектурный процесс. Что у нас там случилось и почему он бесхозный? У нас ушел архитектор решений пару лет назад. Это человек, который отвечает, в принципе, за то, куда мы идем, как большая компания, платформа, какие у нас технологии, какие мы должны стать через 5-10 лет, что должно появиться, от чего должны отказаться. Ну и этого человека не стало. Это большая потеря. Дополнительно к этому еще есть вот такая штука, что Тинькофф стал системно значимым банком. А это значит, что большой приток клиентов, большая нагрузка на системы, соответственно, а если системами никто не занимается, то есть большая вероятность, что все пойдет плохо. Да, будут инциденты на проде, будут клиенты страдать, будут люди в компании страдать. Если есть дежурные, вот кто-нибудь, может быть, разработчики, есть дежурные, кто потом баги фиксят один человек. Сочувствую. Остальные, видимо, менеджерят тебя, чтобы ты фиксил баги. Вот, поэтому это как бы большой риск, что может случиться очень много плохого, и клиент от этого будет страдать. Этого нельзя было допустить. Какие из этого, да, были проблемы? Что вот архитектурой этой всей никто не занимается. Мы не понимаем, куда мы едем. Мы не понимаем, что мы делаем. У нас еще есть, ну, как бы куча бизнес-проектов, которые катятся. Их же тоже надо отсматривать. А что там делают? А делают ли это как положено? А не придется ли нам потом переделывать, там, наверное, знают все такое слово, монолит в микросервисы или микросервисы, переделывать в монолит? Ну, вот такая классическая тема, да, перекладывать яйца из одной корзины в другую, потом обратно. И это не круто. Да, это, опять же, вот те самые издержки, которые хотелось бы избежать. Но человека нет. Дополнительно к этому есть вот проблема, то, что, да, продукты, фичи могут идти без какого-то ревью того, да, куда мы катимся. Плюс еще архитекторы перегружены. То есть людей стало мало. Бизнес говорит, ну, что там, ну, что там, давай. Пинками там, да, все это запускается, абы как. Ну, и получается, что получается. Что решили с этим делать? Казалось бы, да, какие-то очевидные вещи. Нанять архитектора, да. Архитектора нет, надо его нанять. И это действительно, ну, вот, это первый, точнее, не первый, это главный шаг, который мы сделали в этом кейсе, но он не так прост, этот шаг, как кажется. Почему? Потому что до того, как мы наняли архитектора, мы, наверное, это, наверное, полгода, может быть, даже больше пытались эти процессы починить сами. То есть там брать каких-то разработчиков из команд. В некоторых командах были тоже архитектором, пытались их подключать. Но ничего не получалось, мы просто как бы там суетились, но потому что не было человека, ответственного в целом, ну, вот за вот это все поле. Каждый отвечает за свой какой-то кусок, и как только начинается вопрос, а вот это вот, ну, что делать будем? Такие, слушай, давай как-нибудь без меня, да. Ну, и начинаются, опять же, вот эти проблемы в коммуникациях. Каждый пилит свой сервис так, как ему удобно и под себя, но не под компанию, не под то, куда она должна развиваться. Дополнительно, чтобы это все дело решить, уже после того, как вышел архитектор, до этого у нас что-то не получалось, мы сделали мини-архитекторов таких в каждых командах, и их ответственность прописали, что они отвечают за архитектуру своего сервиса согласно, ну, как бы общему вижену, чтобы немножко, как бы, делегировать нагрузку с человека в команды. Это, ну, опять же, один человек-архитектор, да, ну как, он не может, там, у нас 50, может быть, даже уже больше, там, 60 команд. Не может он всем этим контекстом управлять. Поэтому приняли такое управленческое решение. И к чему мне здесь хочется подвести, что вот такой банальный достаточно вывод по работе с процессами, это что у каждого процесса реально должен быть ответственный, который им занимается, который о нем думает днем и ночью, который там понимает, какие в нем есть проблемы, планирует задачи, как этот процесс лучше. То есть не только пилит фичи, там, архитектура, еще что-то, а реально выделяет время на то, чтобы, вот, как работают процессы в его каком-то домене. У меня к вам вопрос. Кто из вас понимает, как вообще работают его процессы, что у них есть ответственный? Может быть, эти ответственные за процессы вы? Вот вы прям такие, я знаю, я знаю, как оно работает. У меня все ништяк. Прям вот уверены, прям уверены, вот сто процентов, да, что вот на моем поле нет никаких проблем. Вот поднимите руки, кто прям сто процентов, потом еще как-нибудь я вас спрошу за это дело. Так, давайте, давайте, поднимаем, не боимся. Не, ладно, не буду спрашивать. Один, два, три, четыре, пять примерно людей. Все, кто руки не поднял, я думаю, что стоит подойти потом к этим пяти людям и спросить, и спросить, как у них это получается, что они делают. Может быть, у них процессов нет, а может быть, у них все классно настроено. С этим надо разобраться. Но это реально, вот, это может быть большая проблема, что вы не понимаете, кто всем этим занимается, в вашей компании, в вашей команде. Возможно, этим должны заниматься вы, только вы об этом не подозреваете. Но теперь подозревайте. Давайте перейдем тогда ко второму кейсу. С первым разобрались. Второй у нас про отсутствие каких-то инструментов работы с командами, там, как раз те самые метрики. С какой проблемой мы столкнулись? Что у нас есть темледы, там, ну, руководители в командах. Эти люди не понимают, что у них там в командах происходит. Ну, то есть, есть, да, какое-то субъективное ощущение, там, этот зашивается, тут там тесты что-то плохо пишутся. Но мы никак не можем это дело пощупать, визуализировать. Все только на каких-то опросах, на каком-то вот таком субъективном человеческом мнении и многочеловеческого фактора. Есть проблема, что мы не можем между собой команды сравнивать. Я считаю, что это проблема. Почему? Потому что если какая-то команда классно работает, а какая-то не классно, то, ну, можно же посмотреть как-то по каким-то характеристикам, а как у одной все получается, а у другой не получается. И, ну, эти практики перенести. Но это невозможно сделать, потому что нет, ну, как бы, ничего, на что можно опереться. Также, там, технический директор, он тоже не понимает, вот он отвечает за все, там, 50-60 команд. А что вообще происходит? Понятно, что ему не нужна большая детализация, но какую-то среднюю температуру по больнице знать хочется. Все-таки он ответственный, да, за… С него потом спрашивают топ-менеджеры. И он сам себя, что у меня там, не знаю, вроде все норм, а вроде и нет. Когда есть проблемы на проде, все плохо, а когда проблем нет, ну, все хорошо. Да, такая метрика. И самое главное, что, в принципе, непонятно, куда мы хотим прийти. Метрик нет. Есть только какое-то субъективное мнение. Как что-то улучшать, не понимая, ну, как бы, куда, и через что, и с помощью чего? Ну, это просто какая-то суета, да, потом, как понять, что мы пришли к этой цели? Опять же, через эти опросы и субъективное мнение. Что мы с этим сделали? Ну, для начала мы решили, что надо разобраться с метриками. Вообще, какие они могут быть? И мы сделали дашборд. Тут такой маленький кусочек, на самом деле там очень большая портянка. Из чего это состоит? Там и метрики работы, там, допустим, размер бэклога, пропускная способность, сколько команда доставляет там от аналитики до тестирования, от аналитики до прода. Ну, прям вот разные-разные разбивки есть. Сколько там acceptance багов, найденных на тесте, сколько багов на проде. Потому что такие дашборды, они содержат в себе метрики доставки, метрики качества. И сейчас есть еще идея, когда мы там техдолг до конца довнедрим, еще добавить туда метрики технического долга, чтобы у каждой команды была единая витрина, где она видит, в принципе, свое здоровье. Так называемые там хелс-радары, наверное, может кто-то слышал там, хелс-чеки, хелс-радары, там, сквад-радары, ну, всякие такие страшные слова. Дашборды. И после того, как мы сделали один, ну, значит, это дело можно масштабировать, и мы сделали еще 50 таких. В чем здесь может быть проблема, как бы, потенциальная у вас? Не надо пробовать делать 50 таких копированием, потому что потом придется 50 разных дашбордов поддерживать. Если вы можете сделать один дашборд динамический, который можно копировать и вставлять только переменные, то, ну, сделайте так, чтобы вы только меняли там название команды, какие-то, может быть, лейблы, да, и вам не пришлось потом 50 дашбордов рефакторить, если вы в одном что-то изменили. Это так. На заметку хозяйке. Собственно, после того, как мы команды все оцифровали, мы уже начали видеть, а у кого какие проблемы, потому что видно весь процесс доставки, видно, где у кого какие узкие места, какие-то узкие горлышки, куда нужно вливать ресурсы и вообще рефлексировать, а где команду терроризировать не нужно. Ну, мы видим, что тестирование, допустим, проходит за три дня. Ну, зачем там тестировщиков кошмарить? Им не нужны там эти, не знаю, автотесты, они пока что и вручную нормально справляются. Надо разработку лечить. И это стало видно. А из-за того, что это стало видно, с этим можно теперь уже работать. И мы начали ставить квартальные задачи. Это тоже такой, казалось бы, банальный инструмент ставит цели на метрике. Но как ты можешь поставить цель на то, что ты пока не видишь? Поэтому ни в коем случае не ставьте какие-то цели своим командам, своим руководителям, сами себе, если у вас нет инструмента, с помощью которого вы увидите, что вы к этим целям идете. Поэтому мы решили, что в начале дешборды, потом цели. И метрики у нас начали ехать только тогда, когда мы реально начали их ставить в квартал. Это тоже такая вот неочевидная штука. Есть цель на квартал. Например, снизить, ну, летаем от to do, точнее от in-прогресса до прода. Все, это как бы цель. Допустим, сейчас она 90 дней, надо привести ее к 70. И благодаря квартальным задачам мы теперь фокусно начинаем думать, а что нам надо сделать, чтобы срезать 20 дней. Ну и руководители рефлексируют. Такая клевая фокус на главном, назовем это так. И вот про кварталки. Да, именно с каким-то фокусом и целеполаганием можно работать так не только с метриками, ну и там с дешбордами ваших команд, с доставкой, но и в принципе, может быть, над бизнес-задачами, над еще какими-то. Если у вас в визуализации есть то, чего вы делаете, чего вы хотите достичь, квартальные задачи, ни в коем случае не рекомендую просто все фиксировать в митинг-ноутсах. Поэтому вывод какой? Метрики какие-то, не обязательно, да, вот метрики команд, плюс фокус на главном, это реально успех. Тоже, казалось бы, очевидная вещь. Но когда вот ты в этой рутине живешь, в этой текучке, у тебя куча задач, там что-то там бизнес давит, ты сам на себя давишь. Тяжело вот так вот порефлексировать о каких-то базовых вещах. Вот кто понимает, что происходит в компании или в команде? Может, метрики, да, у вас какие-то есть. Не субъективно, а вот именно вы такие, так, открыл с утра, все понятно. Открыл вечером, блин, с утра было лучше. Посмотрю следующим утром. Так, поднимите руки. О, уже больше, уже больше. Так, отлично, отлично. Надо будет потом к вам подойти. Может быть, у вас есть какие-то лайфхаки, о которых я не догадываюсь. Мне надо их будет подрезать. Идем дальше. И переходим, по сути, к апогею сегодняшнего доклада. И вишенки на торте. Это кейс про хаос и работа над процессами. Вначале я говорил, что у нас было там целых три года, как мы процессы улучшали. Но мы тоже занимались этим как-то достаточно ситуативно. Там у кого-то что-то заболело, пошли делать. Там кто-то пожаловался, да, там пошли делать. Вроде бы там пытаемся делать какие-то планы, цели, но какую-то такую понятную структуру это не очень как-то увязывалось. И чтобы это все порешать, мы решили, что нам нужно сфокусироваться на двух вещах. Что нам нужно дать какую-то площадку себе, командам, вообще, в принципе, людям, куда они могут заносить свои какие-то идеи, проблемы, где они хотят что-то улучшить, какие-то, может быть, экшн-пойнты с ретро. И нам нужно, в принципе, сделать методологию. Хватит вот так вот работать туда-сюда. Нужно прям четкие шаги, описать процессы, как мы работаем с процессами. До такого уже докатились. И как мы это решили? Мы решили это специальной доской в Jira по улучшению процессов. Тут все заблюрено, ничего не видно, потому что это все суперсекретная информация, кроме контров доски. Но я вам сейчас расскажу, что там на карточках, вы не переживайте. Значит, предвосхищая вопросы, например, почему Jira? Просто потому что мы в ней живем. Там не нужно делать какие-то дополнительные усилия, чтобы переехать на какой-то другой сервис, где мы будем вести наши процессы. Все команды уже привыкли, 90%. Ну, кто в Notion, тех мы потом покараем. Это лишь вопрос времени. Второе. В Jira там удобно делать связи. Из линк то, из линк все. Ну, я уверен, что в других любых таск-трекерах там тоже можно выстраивать связи. Поэтому сильно там на Jira не фреймитесь, простите меня за такое слово. Опять же, это помогает видеть связи. Есть задачи, есть процесс. Он связан с другими процессами. Все очень классно видно. Можно из этого строить какие-то графики, опять же, в Jira дашборды. Почему не Viki? Ну, или какие-то Confluence, Google Docs. Потому что они устаревают просто в момент их написания. Ты когда сделал Enter, перешел на следующий абзац, все. Прошлый абзац, он уже потерял актуальность. Это тяжело поддерживать. Там не видно связей. Макросы падают. Долго грузится. Ой, короче, мне даже страшно об этом вспоминать. Вот. Собственно, из чего эта штука состоит? Это такая витрина, куда складываются все вообще изменения, которые катятся в компании. Самые разные. Их разблюдовку я дам чуть дальше. Здесь видно, что есть разметка по командам. Ну, у нас есть команды. Там команда эффективности, команда, например, поддержки, команда какого-нибудь там QA, может быть, команда. Ну, неважно. Короче, есть какие-то разные команды, которые поделены по своей смысловой нагрузке. И это лейблы для них, чтобы они могли ткнуть и быстро найти, какие там у них процессы есть на доске. Потому что процессов там много. Второе. Это есть фильтры по исполнителям, по заказчикам. И сейчас мы еще прикручиваем процесс кураторства. Потому что когда мы начали работать, мы поняли, что одно дело, я драйвлю процесс, мне нужно с ним что-то делать, мне нужно понимать, за какие процессы с меня будут спрашивать. Второе. Есть кто-то, кто что-то делает, и я хочу, чтобы он это доделал. То есть я выгодополучатель от его процесса. А еще есть кураторы. Почему мы пошли в кураторство? Потому что поняли, что процессов стало очень много. То есть очень много резко ребят начали что-то улучшать. Но не все умеют это делать. И поэтому нужно их курировать, помогать, чтобы эта инициатива не загнулась. По-другому и не сказать. И нужно учить. Соответственно, надо понять, в каких проектах ты куратор. Тык на фильтр. Вот к этим надо зайти, ребятам. Что еще? Это про под разные виды улучшений. Вот здесь представлено только два, но их на самом деле больше. Мы еще о них поговорим. Здесь есть идея и проект. Но их, по-моему, пять штук. Опять же, каждый тип работы направлен на разное что-то, что надо улучшить. Вопрос. Вот кому знакома ситуация, наверное, многие там ретроспективы проводят. Или, может быть, да, с собой рефлексируют. Может, уже руки прям тянутся. О, господи, каждая ретро. Все поговорили, ничего не сделали. Ну, потом. Вот много ли таких, когда у вас экшн-поинтов куча, там, вот так вот, ваши вики, гугл доки, конфлиенсы раздуваются от того, что надо сделать классного, но дальше этой страницы это никуда не уходит. И там и погибает. Ну, так, давайте, не стесняйтесь. Это классика. Это не зашкварно. Так. Ну, кстати, не так уж и много, как я думал. Столько людей надо потом опросить, как им это удается. Да, у нас тоже была такая проблема, и она частично еще остается, что вот мы порефлексировали, мы хотим что-то сделать, а куда? Куда это заносить? Непонятно. Собственно, для этого эту доску в том числе мы и сделали. И вот как раз перейдем к типам, которые улучшения есть на этой доске. Первое — это проекты. Проекты — это какие-то большие улучшения, которые делаются, ну, там, два, три больше месяцев. Допустим, надо внедрить процесс работы с техническим долгом. Надо внедрить работу там с интеграционным тестированием. Надо, не знаю, там, какую-то систему мотивации, матрицу гридов. Ну, что-то, что не делается за один месяц, на самом деле, это вот тип проекта. И таких штук у нас сейчас 51 проект. Кошмар. Я так думаю, ну, там, недавно их было пять, когда только доску завели, которую я сам создал, потом десять, потом такой, а-а-а, помогите. То есть умножаем это там минимум на три и получаем, сколько там месяцев нужно, чтобы их все завершить, а они еще копятся. Страшно. Но это круто, потому что мы уже видим, сколько каких-то больших изменений мы гипотетически хотим провернуть. Второе. Это таск. Ну, какая-то обычная маленькая тамарная задача. Где-то что-то там на вики надо дописать, где-то какой-то процесс, может быть, отрефакторить, который делается там за одну-две недели, в принципе, большой смысловой нагрузки не несет. Закрывая эту задачу, мы какую-то маленькую выгоду получаем. И таких задач у нас сейчас 170. Ну, как будто бы, на самом деле, могло быть и побольше по отношению к проектам. Мне кажется, люди недооценивают. Скорее всего, 170 задач, там прячется еще 30 проектов. Я думаю так, потому что ты, когда за них берешься, думаешь, ну нет, тут за неделю не разобраться. Третье. Это вот идея. Идея – это когда ты такой сидишь там, да, английский завтрак ешь и думаешь, блин, а вот бы вот такую фигню нам замутить. Ну и вот заносишь идею, а потом люди страдают. И им нужно эту идею прорабатывать. Это же тоже процесс проработки идеи. Ой, кошмар. Даже не хочу о нем вспоминать. Но таких идей у нас сейчас 34. Что неплохо. Это как бы 34 вещи, которые потенциально могут кратно что-то улучшить. Но на самом деле они могут и ухудшить. Поэтому там есть отдельный процесс ревью идеи на норм или отстой. Лучше делать не надо, все будем страдать. И что еще? Самое интересное – это баги. Конечно же, у процессов есть баги. Баги – это когда что-то идет не так. Ну, например, вы договорились, что интеграционное тестирование, когда мы проводим, команды сообщают поддержке, что ребята, мы будем скоро что-то релизить. Будьте готовы, через три недели. Но никто не сообщил. И вот один бедный человек, который у нас сегодня был, он потом 10 проектов, которые выкатили и никого не уведомили, он сидит, разбирает и не спит неделями. И вот это как раз тот баг, что есть какая-то договоренность, которая не выполняется. Она сюда фиксируется. Почему это круто? Потому что мы сделали так, что баги, естественно, они у нас на самом верху, что мы видим, где точно что-то идет не так. Так, проекты, идеи и прочее – это то, что мы когда-то сделаем и получим выгоду тогда. А может и не получим. А баги – это то, что надо делать уже сейчас. Ну, логично, как и с багами на проде, вся та же самая ситуация. И как вы думаете, сколько их у нас? Тысяча. Тысяча. Тысяча, да, значит, я сейчас закончу и все. И вы меня больше не увидите. 50? А, 200. 10? Так, последний еще. 200, 10, тысяча. 20. 0. 20. 20 и 0. Ну, некоторые из вас очень близки. Их на самом деле всего 8 сейчас. Почему так мало? Есть гипотеза, что… Ну, как-то люди не очень любят жаловаться. Ну, вот. Или просто мы живем в таком трэше, что мы не считаем это за проблему. Ну, типа, всегда так было. Я всегда страдал. Почему это вдруг стало проблемой? Нормально живем. Я пришел с первого дня, как был джином. И до сих пор страдаю. Вот. Поэтому их всего 8. Но я думаю, мы как-то раскачаем культуру рефлексии в команды превьем. Давайте я расскажу быстренько, как вообще эта доска работает. Тут никаких rocket science на самом деле. Но есть один только момент. Вот. Человек что-то хочет сделать. Улучшить, проект занести, еще что-то. Ну, он, естественно, создает один из тех типов задачи, о которой я говорил. Есть идея. Он уже не идет в Ikea. Он создает идею в нашей доске. Если у него что-то большое, ну, проект. После того, как все это он создал, он, естественно, это описывает, да, как-то начинает прорабатывать, переводить. И здесь вот есть важная тема, что документация. Мы сразу сделали так, что документация – это просто часть процесса, которую нужно сделать, когда она у тебя в in-прогрессе. Например, ты, если описываешь идею, то ты сразу должен зайти в отдельный раздел вики и создать по шаблону документацию своей идеи. Почему мы так сделали? Потому что часто бывает, что ты вначале придумал охренительный процесс, и он охренительно работает в твоей голове. Но когда ты его уже, к сожалению, внедрил, ну, а именно бывает так, что ты вначале внедрил его, а потом подумал вообще, зачем это было нужно, то у него нет описания. То есть ты говоришь ему, ребята, давайте делать, вот где-то рассказал, а что делать? Нет документации. Ну, или там каких-то пару абзацев. И это важная часть. То есть документация выкатывается сразу с процессом, когда он готов. Потому что еще мы делаем ревью этой странички. И, ну, ее можно и убить, а можно и всей компании пошарить и сказать, ребята, мы будем жить вот так вот. Что думаете? И собрать просто миллиард комментариев. И это круто на самом деле. Да, этого не надо бояться. Лучше как-то увидеть и расстроиться, чем потом люди, да, начнут у вас увольняться. Такое же тоже может быть. Люди вольняются, приходит компания, вольняются от руководителя, но в том числе из-за плохих процессов, которые не могут, да, там, выстроить. Третье что? Ну, когда задача готова, все, документация выкатывается. Может быть, да, какой-то дополнительный ревью, может не быть. Это зависит от типа. В идее обязательно есть ревью, в проекте обязательно есть ревью, в остальных там, ну, как получится. В багах тоже есть ревью, потому что там скорее ревью заказчика. Он должен сказать, что все, типа проблема решилась, я больше не страдаю, никто больше не страдает. И важная часть в конце, что мы еще ретро проводим. Вот когда докатывается проект, не по задачам, а именно по проектам, мы рефлексируем, потому что проект — это три месяца. Мы хотим, чтобы каждый человек, который вот с этой доской работал, он мог работать со следующими изменениями лучше. Нам не нужно было раздувать штат вот таких delivery менеджеров, как я и, в принципе, людей, которые что-то там кому-то учат, как проводить эти изменения. Будет круто, если люди сами там опытным путем научатся и будут брать, например, новые какие-то задачки, не только свои, или свои делать быстрее. И у нас проекты будут там, не знаю, за месяц докатываться. Поэтому ретро — это очень важная часть, порефлексировать. Может быть, надо документацию улучшить, может быть, шаблоны неудобные, может быть, доска отстой. Ну, то есть, может быть, все что угодно, и надо у людей это спросить на специально выделенной встрече. В чем вообще сила этой доски, как мне кажется? Первое — это то, что вот изменения видно, ну, то есть, все визуализировано. Вы можете посмотреть, какие проекты катятся, какие задачи, в них все описано, потому что, ну, если ты не опишешь, ну, я приду, или там мои коллеги придут с виллами и скажут, что, что здесь, что ты хочешь сделать, все, в корзину, трэш, не будем с этим работать. Плюс у нас есть автоматический шаблон. Когда ты создаешь задачу, там сразу такая портянка выкатывается, и ты уже думаешь, я готов заполнять эту портянку? Если готов, клево, мотивация есть, все, мы получаем описанный, понятный проект. Второе, это то, что, ну, видно какие-то отклонения. Как я уже сказал про баги, мы видим сразу, где что-то пошло не так. К сожалению, пока видим мало, но уверен, мы увидим больше в будущем. Третье, это то, что мы видим заказчиков и исполнительных процессов, исполнителей. Это тоже большая проблема, когда ты слышал, где-то что-то улучшается, но кто это, кому это нужно, кто этим занимается. Приходится через пять рукопожатий, да, находить этих людей, там что-то в переписке. Я слышал Вася, он такой, ой, да не, Вася уже уволился. Такой, ааа, ну, типа, а кто это, кому это нужно? А так ты проваливаешься задачу, находишь в поле нужного человека, пишешь ему в личку, все, безумно просто. За пять минут решается проблема с коммуникациями. И также еще бонусом, это то, что можно помочь коллегам с изменениями. Если тебе нечего делать, так уж получилось, да, и ты никому не хочешь об этом говорить, то ты можешь, ну, как бы, проявить инициативу, сказать, слушайте, я видел там клевая тема, давайте я помогу вам там процесс какой-то описать. Все, берешь это себе в квартальные задачи, и ты вроде бы не скучаешь, занимаешься каким-то полезным делом, и потом команда или компания получает от этого тоже какой-то профит. Вот. Поэтому, ну, вот хочется культуру, культуру, чтобы люди работали с людьми, увеличивать, как это, сближать. Вот. Какой вывод из этого кейса? Тоже банальный, что процессами нужно заниматься, и, к сожалению, ими нужно заниматься прям вот как техдолг, выделять там 20, не знаю, иногда 30% своего времени. Потому что, если вы не подходите к своим процессам систематично, а вот типа бизнес фичи пилим, и только когда появляются баги, может быть, я когда-нибудь, ну, что-то попробую улучшить в своей команде. Но это не дело. Надо прям вот выделять время. Так, сегодня целый час в календаре там чик себе поставил плашечку, думаю о том, как сделать жизнь лучше. Там, покупая себе смузи, сижу философствую. В какой-нибудь там красивой кафешке, в серфе. Вот. Да, банальщина. Но, если вы хотите с процессами как бы разобраться еще сильнее, у нас есть плейлист Тиньковский, где вот такие же доклады есть с разных конференций, где можно послушать не только про там, про команды, можно послушать и про метрики, и еще про много чего, что поможет вам разобраться в команде, в компании, в личной жизни в том числе. Нет, там есть доклад, как я это, свой work-life balance выстраиваю тоже процессно. Вроде получается. Давайте потихоньку к выводам. Собственно, вот из тех вещей, которые я говорил, вроде бы, да, было три вывода, а сейчас целых пять стало. Первое – это то, что за процесс всегда должен кто-то быть ответственным. Человек, зафиксируйте это вики, зафиксируйте это какой-нибудь там в конфликсе, неважно где, но вы должны понимать, что вот, вот оно, вот работает, а вот этот человек за это отвечает. С него спрос. Второе – это про метрики. Без метрик непонятно куда идти, поэтому прежде, чем что-то улучшать, подумайте, где вы потом будете это отслеживать. Не обязательно строить красивые дешборды, графаны там, всякие би-системы, Excel тоже топ. План факт, план факт, пока человечество ничего лучше не придумало. Все остальное это уже там на ваш вкус. Визуализация. Если видно, что вы делаете, это значит, с этим можно поработать, на это можно повлиять, можно кого-то привлечь. Не нужно опять же вот эти издержки, а кто чем занимается, а расскажи, покажи. Вот, нажми фильтр, Миша Мартынов, увидишь все, чем я занимаюсь. Все, отстань, не мешай мне делать 51 проект. Да? Классно же, удобно. Или заведи свою команду, тыкай на другие, развлекайся. Документация. Как я уже говорил, документация это очень важная часть проекта, поэтому думайте о ней еще до того, как вы начали что-то делать. Писари вообще отдельная тема, как красиво оформить документацию, целое искусство, чтобы ее потом можно было читать. Может быть, нужно редактора завести или отдавать за деньги в какую-то консалтинговую компанию, чтобы потом ваши процессы привели. Да, ну и, конечно, выделяем время на работу с изменениями. Последнее, прям быстренько. Что делать вам после этого доклада? Первое. Создаете доску, витрину, что угодно, куда вы будете изменения закидывать. Главное, не конфлиенс, не Google Doc. Ваши CRM-ки. Желательно. Второе. Выводите на доску все вот с ретро ваши экшн-поинты, чтобы у вас там что-то появилось. Это уже фактура, над которой будете работать, как работаем мы. Третье. Это надо внедрять в вашу жизнь. Дейлики, ретро, планирование, все вот, ну, рутина, чтобы с изменения, изменения стали частью вашей рутины. Поговорили, что там по бизнесу, что по техдологу, а что по процессу. Вот это так должно работать. И четвертое, это что, после того, как вы у себя что-то попробовали, обязательно делитесь с вашими коллегами. Не держите эти сакральные знания в себе. Выступайте с докладами. У меня вот сегодня было все. Но тем больше. Если что, хватайте меня. На перерыве вопросы расскажу, что еще клево вы сделали. Самое время для ваших вопросов. Да, спасибо. Давайте поблагодарим Мишу. И теперь, да, поднимайте руки. За лучший вопрос мы подарим подарки. Так, давайте тогда вот сюда. Да, вот, мне кажется, здесь. Так, микрофон. Здравствуйте. Так, у меня, прежде всего, вопрос про вот эти самые баги. Например, у нас есть уже процесс, который устарел в X-Stream. как пример с бананами, обезьянами в клетке, которых там обливают холодной водой и через два поколения потом у нас все обезьяны не позволяют есть бананы, потому что больно. Потому что так принято, да, так исторически сложилось. Как такое решать и нужно ли пробегать к насилию или лучше вас держать? смотри, вопрос сложный, можно долго копаться, но мне какая-то первая мысль приходит, вот есть вот эта вот проблема, да, какая-то глобальная, я бы ее подекомпозировал. То есть есть твой процесс, в нем что-то идет не так. Вот что это идет не так? Тут у нас там заказчик какой-то не такой. Ну, не знаю, с заказчиком проблемы. Тут у нас не описано, что мы делаем в каких-то экстренных ситуациях. Тут у нас документация не соответствует тому, как мы работаем сейчас, допустим. Я бы вначале декомпозировал, но никому не показывал. Ну, для себя самого. А потом уже, когда ты это понял, вот то, что можно показывать, ты выносишь. То, что, скорее всего, касается личности людей, не выносишь, а надо все-таки какой-то face-to-face, один на один общаться и дальше уже думать, что делать дальше. Я бы так пошел. смотри, а если это связано с некой технологией, допустим, Камунда, и как бы хочется указать на то, что страдает перформанс, допустим, у команды, и в целом процессы страдают сами, вообще все процессы страдают, просто потому, что используются неправильные подходы и почему-то это связано непосредственно с технологией. Тогда это другое. Сейчас тоже быстро отвечу. Тогда это как будто звучит для меня задача провести ревью. То есть это не баг, это фича. То есть ты заводишь провести ревью такого-то процесса, тоже декомпозируешь, потом у тебя вывод. И дальше ты уже думаешь, что делать с этим выводом, с командой общаешься. И потом это превращается либо часть в баги, либо часть в задачи по улучшению. Вот я бы так. Спасибо. Еще вопросы? Так, давайте вот здесь дадим вам возможность. Да, потом не забудем еще людей с девочкой обязательно. Да, 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 постараемся. Из всех частей зала. Привет, меня зовут Роман, компания TFB Group, проводу дашбордов и метрик. Хорошая тема, нужная, все наглядно, классно видно. Но я так полагаю, что со временем начнут появляться люди, которые хорошо разберутся, как эти метрики работают, из чего они складываются, как они у них формула. И начнут, начнется интересное. Как я называю, покраска забора в правильный цвет. Вот эту задачку я закрою не сейчас, а чуть позже, она мне там такую выгоду принесет. А это я закрою сейчас или сегодня открою и тут же закрою. И тогда у меня метрика будет классная, пушистая. Вот сталкивались вы с этим и как вы с этим боролись? Да, с этим сталкивались, но у нас, ну как бы метрики, это не сама цель, это просто какой-то индикатор. Он показывает, в принципе, там как-то все ок, не ок. Индикаторов несколько. Метрики раз. Второе, для кого-то люди что-то делают. Поэтому, как бы обратная связь от заказчиков. Если метрики в целом там ок, если заказчики довольны, там задачи мы получаем в срок, и в целом вот в Багдаде все спокойно, то у нас нет никакого желания улучшать то, что и так там, ну-ка типа в зеленой или в желтой зоне. То есть, ну мы туда не лезем. Это лишь такой, ну типа повод поговорить. Это не то, что мы за эти метрики депримируем, там прям жестко спрашиваем. Да, у нас есть встречи, где мы отделами их обсуждаем, у кого что-то клево улучшилось, и как он смог из красной зоны, допустим, перейти в желтую. Такие вопросы задаем. Но не кошмарим людей, потому что, наверное, вот именно поставлять задачи в срок это главная метрика. Если мы это делаем, дешборды, ну так, типа фантюнинг. Да, давайте вот. Человек, да, поднял руку первым. Вот, 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 вот. День добрый. Тоже delivery manager. И скажи, вот я думаю, что тебе тоже такая задача у тебя была там улучшить lead time. И если ты улучшаешь lead time, то ты можешь завалить какие-то другие показатели, допустим, по багам там или еще почему-то. вот как вы на дешбордах, не знаю, или еще где-то отслеживали вот эти корреляции, находили оптимальные, скажем так, методы воздействия на команды для ускорения с тем, чтобы остальные показатели у вас не просели. И как вот такую формулу вы для себя сделали? Формула на самом деле простая. Как типа просто, сложно, все относительно. Мы вот есть lead time, as is. Вот сейчас у тебя такая доставка и вот такое количество багов. Мы понимаем, что есть метрики, которые ну типа ты одно лечишь, другое калечишь. Так всегда работает. И мы делаем ну прям как этот снапшот, там какой-то скрин там на конфлиенсе, там табличка, например, сейчас такое-то количество lead time, такое-то количество багов. То есть мы с командой генерим. А что у нас может просесть гипотетически? И каждую там встречу, каждую ретроспективу или каждый разбор метрик мы смотрим вот тот какой-то противопоказатель, который был в противовесу, он не ухудшился. То есть это, наверное, основная точка контроля. Плюс еще ну просто обратная связь от ребят, как им легче или не легче. То есть ты прям вот именно ну скринишь. Или если у тебя дашборды или что-то может показывать ну как бы на день, то ты понимаешь, что раньше у нас там было два, два бага в день. Сейчас их становится три. Все, уже как бы тренд плохой. И вот ну как бы так с этим и работаешь. Может быть не надо влетаем сейчас идти. Не надо, не надо. А надо именно баги лечить. Типа мы ускоряемся, из-за этого делаем плохо. Из-за этого надо вообще еще на пару шагов раньше. Надо аналитику расковыривать, а не разработку с QA лечить. Ну хорошо, а вот бизнес, когда с бизнесом общаешься, работая там, выберите из трех, что вам нужно? Нет. Все три нужно. Нужно все три. И вчера, конечно, не работает. Не работает. Надо сделать все, как это ваша проблема. Давайте еще один вопрос. Давайте вот из конца зала еще возьмем. Один вопрос. Что с вами делать? Вас двое. А давай двое. Да, привет. Прикольный доклад. Очень все откликается. У меня простой вопрос, наверное. А как вы организационно это порешали? То есть, кто ответственный за процесс над улучшением процесса? Ну, сейчас у нас это вот delivery manager, то есть люди, которые отвечают за то, чтобы в компании что-то улучшалось. Это не обязательно может быть такая вот именно профессия delivery manager, но тот, кто ответственный, это может быть какой-то там директор, я не помню, как это называется, директор производства или какие-то такие иногда бывают названия. Вот этот человек, который привлекает людей, что вот есть витрина, заноси туда какие-то свои задачи. И он ответственный за то, чтобы это все ехало. Чтобы задачи внутри этой доски делались. Пойдет? То есть, это отдельно выделенный человек, который… Роль, это не человек, это такая группа или роль, да. Все-таки группа людей, которые за 50 команд… Трое. И за все 50 команд вы как бы отдельные… Все понятно, спасибо. Мы за них не отвечаем, мы за то, чтобы двигалось, то есть мы должны им помочь, чтобы задачи двигались дальше по процессу. Окей, спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok